Приветствую вас. Конечно, дочь ваша, она имеет полное право быть настроенной против мамы, потому что, по ее мнению, та бросила ее, и, в общем-то, это нормально, что дочь агрессивно настроена по отношению к маме. Если говорить о том, что нужно, если говорить о том, о чем беспокоиться следует, то это только о том, пожалуй, получает ли ваша дочь дожное количество внимания, любви, может быть, и так далее. Вот. Об этом приду беспокоиться, потому что подобная агрессия – это свидетельство о том, что человек не удовлетворен в жизни, не удовлетворен, ну, возможно, собой не удовлетворен, возможно, чем-то еще. То есть, есть вот такой довольно важный момент, если мы хотим сказать про вашу дочь. Дочь, если отношения к маме, у нее уже, скорее всего, не нормализуется, вот. И пытаться их нормализовать бесполезно, потому что, ну, дочь уже достаточно взрослая, вот, чтобы ее как-то направлять куда-то, вот, то вот подумать о том, чего она хочет, чего ей не хватает, вполне можно. И попробовать ей это дать тоже вполне можно. Потому что именно этот момент, именно вот нехватка чего-то, нехватка любви, внимания, тепла, может быть, приводит к тому, что человек агрессирует. Вот. Конечно, никто не отменял, значит, терапевтическую силу разговора, да, никто не отменял терапевтическую силу диалога между вами, то есть, если вы поговорите с дочерью, то это будет вообще прекрасно и замечательно. Вот. И, как бы, ну, дадите ей возможность выразить свои желания, свои, какие-то, может быть, страхи, какие-то свои переживания, дадите ей, дадите ей возможность выразить это все. В общем-то, это было, это будет, это было бы здорово. и, как бы, в данный момент это, по большому счету, то, что вы можете сделать. Вот именно вы, то, что именно вы можете сделать, то самое. Единственное, что вы можете сделать. беспокоиться стоит только, если ее агрессия, она ну, такая, знаете, ну, очень сильная. То есть, вплоть до ненависти какой-то. Вот только в этом случае имеет смысл беспокоиться, потому что ненависть, это как раз ненормально. Ненависти, это как раз не должно быть. Вот. И, соответственно, именно ненависть является приводным знаком. Агрессия здесь, это может быть, в принципе, и защита, это может быть и естественная реакция. Вот. Может быть, даже и переходные водоросли тоже. Вот. Но, если именно ненависть, если именно ненависть, то это уже плохо. Потому что ненависть, это, соответственно, обесценивание. И обесценивание, оно может быть наложено, обесценивание может быть перенесено на других людей рядом с ней. В том числе и на вас, и на друзей, и на будущих мужчин, и так далее. Вот. То есть, вот этот момент обязательно учитывать нужно, если вы хотите реально своей дочери помочь. Также, на мой взгляд, стоит отдельное внимание обратить на то, с какого момента она начала проявлять агрессию. Да. То есть, что послужило для этого стимулом. Вот. Какое обстоятельство для этого стало отправной точкой. Вот. И, изгодя из этого, уже можно дочери как-то помочь, помочь ей лучше понять ситуацию. Вот. Вот. Вам лучше понять ситуацию, может быть, как-то свое поведение поменять, да, по отношению к ну, по отношению к ней. И, соответственно, ей что-то объяснить. Вот. Чтобы она менее агрессивно была настроена к матери. Скорее всего, что, скорее всего. Ребенок до сих пор в обиде на мать, за то, что она развилась с вами и, соответственно, ужила и бросила ее. Она считает, что так и, в общем-то, должно быть. А как бы. Она считает, что мама на мать с ребенком. Ну, так вот. По детской своей небольшой наивности она так думает. Вот. Вот это не так. Стоит объяснить либо вам, либо это уже будут делать психологи. Вот. Но, соответственно, для этого нужно ее желание и ваше разрешение, поскольку она несовершеннолетняя. Да? Вот. Собственно, 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 именно так можно ответить вам на ваш вопрос, потому что ответить более полно как бы вам. То есть, ну вот. Ответить более полно то есть сказать, стоит беспокоиться или нет. Можно только после анализа. После анализа именно поведения дочери. Вот. И, так сказать, уже можно будет говорить о том, стоит ли не стоит. Пока, основываясь на вашей информации, которую вы дали, я полагаю, что однозначно сказать о том, стоит беспокоиться или нет, не представляется возможным. Вот. Заранее, заведомо, пугать вас или вводить заблуждение я тоже не хочу. Вот. А может, дольше. как бы, это очень важнейший человек в вашей жизни. Вот. Поэтому, пугать вас я не хочу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!